Здравствуйте! Город Волгоград, гимназия номер 4, учитель начальных классов Коновалова Елена Ивановна. Именно мы, взрослые, можем указать путь ребенку к добру, созиданию, свету. От того, насколько мы вовремя и умело это сделаем, зависит наше будущее. Поэтому мне интересна и близка тема сегодняшнего выступления «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» посредством проектной деятельности. Мне хотелось бы рассказать о своем опыте видеоработы, видеоэкскурсии «Мой город-герой». У меня пропал весь экран. В российской системе воспитания и образования значительное внимание уделяется духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию на основе проявления, так как любовь к родине и к ее процветанию всегда была и есть основой могущества государства. Считаю важным внести понимание особой роли России в мировой истории, воспитании чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы и развития личности младшего школьника. С этой целью работаю над повышением уровня знаний школьников по истории своей страны и своего края. Ведь не зная истории своей родины, невозможно научиться любить ее и гордиться ею. Образ родины учащихся начинается с улицы, на которой он живет, с его района, с его города. Чтобы понятие родина для ребенка стало не было абстракцией, необходимо изучать историю, природу и культуру родного края малой родины. Ну и подготовлены методические материалы, которые представляют педагогический опыт. На результаты его обобщения и содержащие советы, предписания, инструкции по совершенствованию образовательного процесса. Сейчас, коллеги, мне как-то не очень комфортно. Сейчас, секундочку. Я участвую в обучающих семинарах городского, регионального уровня. Обобщаю свой опыт посредством выступлений на научно-практических конференциях, форумах, фестивалях, публикациях, специализированных педагогических изданиях, мастер-классах, открытых уроках. Всегда стараюсь перенимать опыт коллег по данному вопросу. Уже много лет я работаю по учебно-методическому комплекту начальной школы 21 века, разработанного коллективом авторов Центра начальной школы РАО под руководством доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО Натальи Федоровны Виноградовой. Мне очень нравится этот учебник, и программа учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает решение важнейших задач патриотического, мировственного, этического воспитания младших школьников, формирования основ российской гражданской генетичности, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России. Содержание учебников структурировано таким образом, что развивает представление младших школьников об окружающем мире, начиная с того, что находится рядом вокруг ребенка. Спасибо авторам за учебники. Проектная деятельность является мощным средством Понимаю, любовь нельзя пробудить словами, но как рассказать современному маленькому человеку, о событиях давно минувших лет доступны и интересны. На помощь приходят современные технологии. Проектная деятельность Проектная деятельность является мощным средством формирования социально ориентированной, самодостаточной творческой личности с высоким уровнем духовно-нравственной культуры. Это способ достижения гидактической цели через детальную разработку определенной проблемы, которая должна завершаться реальным практическим результатом, доказательством которого будет служить его оформление тем или иным образом. Проектная деятельность Стала на сегодняшний день необыкновенно популярной, так как соответствует духу и укладу современной школы. Но проектная деятельность – это большая работа педагога, сложная педагогическая деятельность. Главное, мне кажется, в ней – это создание условий, чтобы ученик воспринимал свои действия как личностнозначимым для него. Роль учителя – создание условий для расширения познавательных способностей, уметь спровоцировать самостоятельную познавательность, активность, бросить вызов детской сообразительности, воспользоваться такой возрастной особенностью младшего школьника, как любопытство – это большая работа педагога. Кроме этого, мне кажется, главным выбор формы продукта проектной деятельности – это важная организационная задача. Именно от ее решения в значительной степени будет зависеть, насколько выполнение проекта будет увлекательным, каково будет личностное принятие каждому учащимся цели и задания содержания проекта. Также мне кажется, что проект хорош еще и тем, что отмечается, что все дети, одноклассники, оказавшиеся в одной группе, почти всегда становятся лучшими друзьями, возрастает интерес к самостоятельной работе, поиску информации. В ожидании торжественной даты 2 февраля для первоклассников был разработан урок окружающего мира раздел «Родной край. Тема дом, в котором ты живешь». На уроке я ребят познакомилась с достопримечательностями нашего города-героя, городе-памятники и живой истории. Обратила внимание на то, что волгоградцы чтут своих героев, отдавших свою жизнь за нас, своих потомков. Наш город сегодня необыкновенно красив. Это широкие улицы, парки, скверы и, конечно, замечательные люди. Весь мир знает Волгоград. Существенное место в моем замысле занимал материал, который знакомит с памятными местами в городе. Постепенно дети увлеклись уроком. Стихи, выдержки из произведений, иллюстрации, презентация помогли организовать воображаемое путешествие по Волгограду. Задавались вопросы, дети на них активно отвечали. Итогом послужило задание «Продолжи фразу». Сегодня на уроке я почувствовала, ответы детей звучали очень приятно для меня, как музыка. Они говорили, что гордость за свой народ, за свой город, про любовь к городу, желание рассказать о городе всему миру. В течение всего урока у ребят возникало потребность и желание, и удивление о том, что какой у нас хороший город, а рассказать, не все могут в нем побывать, а рассказать о том, какой он у нас хороший. Очень хочется. Как это сделать? Каждый педагог знает, как важен чувственный опыт младшего школьника для успешного познания мира, и как важна в начальной школе работа по дальнейшему совершенствованию знаний. Детская потребность в поиске обусловлена биологическим. Важнейшие черты детского поведения – это любопытство, желание самостоятельно проявить себя, получить похвалу и признание. И это правильно направленное внутреннее стремление к познанию дождает желание заниматься проектной деятельностью самостоятельно. Так случилось и в этот раз. Используя современные технологии, мы с ребятами класса решили всему миру рассказать и показать, в каком замечательном городе живем. Это было начало большой работы проекта, который впоследствии был назван «Мой город-герой». Раскинуться вдоль Волги, Волгоград, среди степей, цветущий нежный сад, проспекты, улицы, цинистый миролей, любимый город, нет тебя, роднин. Так рассказывает о нашем городе Ираида Мордовина. Мы полюбили это стихотворение и присоединились к ее словам. Цель нашего проекта – выявить самые значимые места в городе Волгограде и создать короткометражный фильм «Экскурсию». Работу разделили на несколько этапов. Первое – это над самим проектом анкетирование, беседы, дискуссии, выбор экскурсоводов, подготовка текста для экскурсоводов, сбор фото- и видеоматериалов, обработка результатов полученной информации, накопление опыта для публичного выступления. Но самое трудное – это была съемка. До начала работы детям была предложена и составлена вместе с ними анкета. Это очень простая анкета и простые мне вопросы. И вот как она звучала. Какие чувства ты испытываешь, рассказывая о своем городе? Все дети, наиболее встречающиеся ответы, говорили – гордость, торжество, волнение. Считаешь ли ты важным рассказывать о своем городе, хвалиться им? Конечно же, все сказали – да. Следующее. О чем бы вы все-таки рассказали? Какие места показали? Все дети согласились, что надо рассказывать об истории города и показывать те места, которые ребята сами хорошо знают. Часто посещаемые ими, любимые ими. Это и площадь Павших борцов, и ангел в парке Саши Филиппово, где они часто гуляют. Ансамбль, мать Родина, мельницу, вечный огонь. Какую форму для рассказа о своем городе ты мог бы предложить? Звучал следующий вопрос. И здесь все дети предложили видеоэкскурсию, потому что, как я сказала ранее, им казалось, что очень хочется похвалиться этим городом, но не все могут приехать к нам. Что же сделать? И тогда наиболее эффективной будет видеоэкскурсия. Следующим этапом работы была работа с родителями. В ходе проекта родители помогали во всем. Нашли форму защитного цвета, припилотки для ребят. Они с ними заучивали тексты наизусть, заучивали их сами, много репетировали, сопровождали детей. Их помощь была бесценна. Одновременно с проектом был реализован план патриотических мероприятий. Дети должны были самостоятельно узнать о памятных местах нашего города. Именно в этот процесс проведения комплекса данных мероприятий я поняла, что дети переживали чувство любви и гордости за свой город, восхищались его героической историей. Это, конечно же, способствовало формированию у них патриотических взглядов и убеждений. Было проведено очень много мероприятий патриотической направленности, которые включали в себя классные часы. Что такое Родина, мы патриоты, конкурсы рисунка «Моя страна, мой город, мой дом», героические места нашего города, беседы на патриотическую тематику, мы живем на священной земле, конкурсы чтецов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и детьми Сталинграда, участие в школьных линейках памяти, праздник, посвященный победе под Сталинградом, уроки мужества, экскурсии на Мамаев курган, музей «Панорама», викторины с патриотической направленностью «Наш город-герой», город Великой Отечественной войны. Все эти этапы были реализованы в течение трех месяцев. В их проведении были задействованы учащиеся классы. В моем классе 30 человек, это 16 мальчиков, 14 девочек. Все дети – коренные волгоградцы, почти все. Родители детей, оператор. Монтаж нам помогала сделать, яковенка Екатерина Александровна, спасибо ей огромное. Классный руководитель. Проектная деятельность основывалась на взаимопонимании и дружеском отношении. Деятельность, которой занимались дети во время подготовки проекта, способствовала развитию важнейших умений. Школьники ставили и решали проблемные задачи. Проводили поисковую работу, применяли анализ, формировались коммуникативные умения, участие в диалоге, совместное обсуждение, проблемы устроения связанного повествования. У нас все получилось, как задумывали. С экрана ребята рассказывают, в каком замечательном городе-герое мы живем, что в нем много исторических мест, памятников, свидетельств величия человеческого духа, улиц, местовых набережных и парков, скверов и аллей. Наш город красив и велича. Данный исследовательский проект помог моим детям не только узнать в хорошо знакомом с детства что-то новое и поучиться полезной, продуктивной творческой деятельности, освоению доступных способов получения информации от окружающих людей в открытом информационном пространстве, подбирать аргументы и делать выводы, формулировать собственную точку зрения, проблему, представление в которой развивается речь ученика. У детей воспитывается доброжелательность, осознание ценности культуры своего народа, формирование уважительного отношения к своей стране, к одному краю, своей семье, истории, культуре, современной жизни, формироваться в духовный мир личности учащихся. И самое главное, я все-таки поняла, что дети в моем классе, родители в моем классе, дети в нашем городе, в Волгограде особенные, так как помнят и любят историю своего города, своих дедушек и бабушек, помнят и гордятся ею. Сейчас мне бы хотелось показать продукт, который у нас получился, видеоэкскурсию. Это самая первая видеоэкскурсия, которая была создана моими ребятами. Последующая работа после этого проекта была продолжена. Но сейчас мне хочется познакомить вас именно с первой видеоэкскурсией. Здравствуйте! Мы ученики гимназии номер 4. Хотим рассказать вам о нашем городе Героя Волгоград. В нашем городе проходила знаменитость Сталинградская битва. И каждый год к нам приезжает много людей со всего мира посмотреть на наши достопримечательности, о которых мы сейчас вам расскажем. Героя Волгоград – это главная достопримечательность, на которой находится Родина Мать. Именно из-за этой самой высокой точки нашей Родины была Сталинградская битва. Героя Волгоградская битва Героя Волгоградская битва Аур, смена караула. А давайте сейчас это и посмотрим. Аур, смена караула. Аур, смена караула. Аккумерческая битва Аккумерческая битва Аккумерческая битва О Master Продолжение следует... 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 Мне кажется, что мой собственный опыт в этой деятельности, ну, наверное, я тоже больше научилась работать с проектом. Я, наверное, также научилась взаимоотношения с маленькими детьми, с родителями детей, и это, я думаю, мне дальше будет помогать в работе. Это ценный опыт в общении с родителями, вот в этой форме. Спасибо за вопрос. Спасибо. 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 Я надеюсь, что я всем не пропустила вопросов, которые вижу на ленте вопросов. И хочу всем сказать спасибо за внимание к моей теме. Мне хотелось сказать еще, что я сама очень люблю город Волгоград, считаю себя гражданской Россией и для меня это очень важно. И мне очень хочется, чтобы мои маленькие дети, мой труд и мои отношения с детьми, чтобы они тоже переняли эту любовь к нашему городу, гордились им. И чтобы мы с вами жили спокойно, потому что наши малыши это наше будущее. И то, какими мы их сделаем, в таком обществе мы и будем жить. А маленький народ дает нам возможность донести на них лучшие ценности нашей культуры. Да, мои дети предлагают еще идеи. Им теперь очень понравилось быть звездами. И им очень нравится, что их... Вопрос, который вы задали, какие идеи есть у моих детей, им очень нравится быть звездами. Им хочется также участвовать во всем. И они гордятся тем, что на их фильмах учатся другие ребята, потому что, как я уже говорила, мы делимся своими фильмами, показываем их в других классах коллегам, моим коллегам, нашим одноклассникам, гимназистам. И им это очень нравится, и у них желание снимать, продолжать эту работу. И не только тему города, а что-то еще. Спасибо за оценку моего проекта. Спасибо большое. Всем. Спасибо. Спасибо.